Прежде чем попасть на Сталинградский фронт, мы попали в Камышин, там, где формировалась 13-я гвардейская дивизия Родимцева. И я попала в эту дивизию. Нас стали переправлять. В основном переправляли ночью. Бомбили страшно. Немцы бомбили так, что иногда летят самолеты впритык, и небо чистого не видно. И это все рушилось на головы наших солдат, которых переправляли. Мы очутились у подножья Мамаева кургана. Там шли бои, потому что немцы были наверху, а наши были внизу. Им было легче в нас стрелять. Потерь было неимоверно много, непомеренно. Нельзя измерить никакой меркой потери наших войск. Окопом не было. Была какая-то яма, где складывали раненых и складывали убитых. И вот проходит медсестра и говорит, ребята, у кого есть кусочек хлеба и сухаря, нам давали сухой паек к собой. И мы всегда имели какой-то сухарь в брюках. Кто-то имел, кто-то не имел. У меня был сухарь. У кого-то что-то есть. У меня, говорит, умирает старший лейтенант, умирает. Он хочет кушать, он просит кушать. Я говорю, идем, пошли по этому окопу. Это яма такая длинная, как траншея. Подходим, он лежит. Я ей даю этот сухарик, кусочек. Она ему дает, к рту приложила, а он лежит. Но самое главное, что он в сознании. Умирает, она говорит, а он в сознании. Она приложила ему этот кусочек сухаря. А он так улыбнулся и говорит, спасибо, сестричка. Я наелся. И голова его откинулась. Он умер. После этого наши войска дрались до победы, пока не выгнали немца с Мамаева кургана. Было очень тяжело. Вы все знаете дом Павлова. Этот дом Павлова известен всем. Мельница, дом Павлова. Это был наш район, где мы находились. В дом Павлова посылали людей. И они все погибали. Их расстреливали. Во время того, что они туда переправлялись. Но все-таки прошли наши и начали выбивать немцев. Немцы наверху, наши внизу. Но какими силами, какими силами эти ребята, эти 20-летние, 25-летние, 30-40-летние, они не считались со своей жизнью. Для них жизнь была не жизнь. Для них была Родина, Родина, Родина и еще раз Родина. Когда выбили немцев, стало тихо в здании. Наши солдаты побежали в верик, посмотрели, проверили. Мы внизу проходим подвал. Наш старшина открывает в подвал дверь. Там сидит старуха и держит девочку. Лет пяти к себе в углу она сидит. Там темно. И здесь держит девочку. Он так прижег фонариком. А она, значит, испугалась и не знала, что сказать. Он говорит, мамаша, мы русские, мы свои. Она, боже мой. В общем, она побежала и говорит, боже, это наши, это наши, это наши. Мы вывели их, ну, отправили их в штаб, в наш штаб. И там уже их определили, где они живут. Это старуха с девочкой. Остальные погибли. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...